Всем привет, с вами Прио, и сегодня мы поговорим о весьма значимом событии для любителей игр Blizzard, а именно о Близконе. Собственно, он скоро уже должен был пройти, но из-за непредвиденных обстоятельств его перенесли на 2021 год. И изначально сказали о том, что да, он будет в онлайн формате. Как говорится, сказано, сделано. 19-20 февраля 2021 года, Близконлайн, ну или Близкон онлайн. Можно читать как угодно, и это забавно весьма, потому что есть одно место в Москве, которое тоже можно читать как в одном варианте, так и во втором варианте. Что-то тут нечисто. Ну да ладно, окей, поговорим немножко о Близкон онлайне и вообще поговорим о Близконе. Собственно, Близкон это фестиваль всех игр Blizzard, выставка всех игр Blizzard. Если публикуется что-то новое, что-то интересное, то люди, которые посещают Близкон, могут в это поиграть. Тут же никакого посещения не будет, потому что всё в онлайн формате. В принципе, мы уже немножко сталкивались с этим онлайн форматом. Виртуальный билет, который покупают некоторые люди ежегодно, он даёт некоторый доступ, можно более, скажем так, детально посмотреть на весь Близкон. Это довольно-таки интересно и забавно. Но тут будут весьма интересные фишечки, и сейчас мы всё это рассмотрим. Рассмотрим. Ну, тут нам всё рассказывается, что когда он будет проходить, то что подготовьтесь, всё такое прочее. Различная информация. Что он нас ждёт? Нас ждёт особое событие. Марш Мурлоков. Приглашаем всех желающих поучаствовать в нём, присылать нам свои фото и видео. Желающих поучаствовать в марше Мурлоков или выставке сообщества, просим не забывать о правилах охраны здоровья во время создания групповых фото, видео или других проектов. Мы опубликуем официальный перечень правил и начнём приём заявок в конце сентября. Пока вы можете ознакомиться с информацией, необходимой для начала подготовки к шоу. Тут нам всё рассказано касательно показа косплея, касательно конкурса косплея. То есть, всё это будет, всё это никуда не пропадает, всё это будет действовать. Это замечательно. Будет творческое соревнование, будет соревнование по электронному повествованию, будет шоу талантов. Вот касательно марша Мурлоков. Всё расписано. Мы будем рады, если вы отправите нам снимки, экраны или записи, на которых запечатлено шествие Мурлоков в игре. В игре выделено особым шрифтом. Зовите чешуйчатых товарищей по гильдии и союзников и подкажите нам, на что вы мр-г-р-л-г-л-г-р-р-л. Ух ты. Вот тут-то я и буду тренировать дикцию. Это весьма хороший вариант. В общем-то, всё расписано. Статейку оставлю в описании. Что хочется сказать напоследок касательно этого Близкон онлайна. Что ждёт нас в виде интересных анонсов? Ну, для World of Warcraft ничего нового не анонсируют, потому что 2020 год и так даёт нам дополнение Shadowlands. Только на Близконе 2021 года, который будет в конце года. Только на нём что-то будет анонсировано. То есть не в феврале будет анонс нового дополнения, само собой, а в конце года. Далее, что получается? Так, сейчас подумаем. Diablo 4, может быть, насчёт него что-то будет интересненькое. Ну и касательно других игр, может, тоже какие-нибудь интересные новиночки покажут. Да, касательно других игр, что-то должны тоже интересное показать. Но сейчас прям вот все-все-все ждут. Diablo 4 различных анонсиков ждут и всего такого прочего. Окей, поживём-увидим, ждём февраля. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Ссылочку на эту новость оставлю в описании. Также не забывайте про другие различные ссылочки в описании. До скорого!